Вулканы Камчатки Разнообразна природа Кубани, но нет на седой таманской земле более экзотичного явления, чем вулкан. Холмистые гряды Таманского полуострова протянулись на несколько десятков километров. На своих гребнях они несут вершины более 40 грязевых вулканов. Основные из них представлены на карте. Здесь встречаются все известные формы вулканических проявлений. Континентальные и морские, активные и потухшие, открытые и погребенные. За гордый вид и неукротимый вулканический нрав их называют горами. Об извержениях вулканов в этих местах известно еще с древних времен. Казаки, заселившие Тамань в конце XVIII века, острые на язык, наблюдая за своими беспокойными соседями, называли их сопками, гнилыми горами, блеваками, горелыми могилами. Большинство из этих прозвищ накрепко пристало к Таманским вулканам. В настоящее время вулканическая деятельность продолжается. Это еще молодой вулкан, не прошедший стадии взрыва. Высота его 78 метров над уровнем моря. Это самый живописный вулкан, рельефно выделяющийся на фоне бескрайней степи и южного неба, удивляя своей четкой формой классического конуса. В своей вершине он имеет воронковидный кратер с уходящим глубоканалом. Из него периодически извергаются глинистые массы, стекающие по склону, постепенно наращивая конус вулкана. На гребне возвышения рядом с основным обычно действуют дочерние кратеры. Вулкан Гнилая гора находится в двух километрах от города Темрюка. Он представляет собой огромная плата, поднятая над сухой, выжженной солнцем степью, на высоту около 30 метров над уровнем моря и имеет форму коровая. По восточному сектору располагаются конусовидные формы, это сальзы. Их множество и они имеют разную степень активности. В центре воронки сальзы кипит пузырится грязь. Она может быть густой, как каша, и жидкой, как кефир. Пузырьки углеводородных газов, выходящих на поверхность, состоят из метана, гелия и водорода. Центральную часть плата занимает грязевое озеро. Перед нами кратер вулкана Миска, который находится в самом центре Темрюка. Назвали его так казаки, за сходство с обыкновенной миской. На дне его небольшой остров, окруженный серповидным озером. Внешний вулкан спит, но слабую вулканическую деятельность подтверждает рост острова и периодически возникающие сальзы. В настоящее время глубина кратера 13 метров, а ширина 500. На теле вулкана расположен и телецентр, музей «Военная горка». Здесь же проходит дорога на Крым. Грязевые вулканы проявляют свою деятельность и на мелководье Азовского моря. За последние 200 лет Голубицкий морской вулкан извергался более 20 раз. В ночь на 24 августа 1988 года на глазах изумленных жителей недалеко от берега начало подниматься дно Азовского моря. Этот процесс продолжался несколько часов. К утру, когда расцвело, все увидели вулканический остров длиной около 40 метров. Но морские волны быстро размыли его. И уже спустя два месяца от острова не осталось и следа. Карабетова гора – самый высокий и внушительный вулкан Таманского полуострова. Основание его 3 километра, а высота 152 метра. Расположен вулкан недалеко от поселка Тамань. Начало его активности относится к IV веку до н.э. Вершина вулкана представляет собой плата эллипсоидной формы, напоминающая лунный ландшафт, изрытая кратерами и развалами, испещренная глубокими трещинами. За многолетние извержения вулкан постоянно менял внешние формы. Извержение 1984 года оставило в южной части плата сальзу высотой около 4 метров. В настоящее время она частично разрушена. Последнее извержение в мае 2001 года происходило в самой высшей точке вулкана и имело взрывной характер. Очевидцы рассказывают. Внутри карабетки что-то загудело, задрожала земля. Над вулканом взметнулось пламя и раздался оглушительный грохот. Столбы пламени взметались и гасли. Железную триангуляционную вышку скрутило так, как будто она сделана из пластилина. Вулкан выбрасывал камни, грязь и газы на огромное расстояние от центра взрыва. Под воздействием высокой температуры произошел обжиг. Из горной породы образовался тув. И многие камни приобрели загар. В очередной раз карабетка напомнила нам о том, что вулкан – это одна из самых мощных и разрушительных сил Земли. Вулкан Синяя Балка Внешне вулкан Синяя Балка представляет собой вулканическое озеро воронковидной формы, или точнее вдавленную синклиналь, с кипящей в центре грязью. Такую форму имеют вулканы, приуроченные к понижениям не только в рельефе, но и по геологическому строению. По мере высыхания ближе к наружному краю грязь застывает концентрическими кругами. Специалисты по лечебным грязям дают высокую оценку ее бальнеологическим достоинствам. От северной кромки вулкана Синяя Балка до моря тянутся сопочные поля, перекрытые почвой и заключающие в себе останки древних животных. Такие вулканы получили название «Погребенные». Один из них – вулкан Тиздар. Верхняя точка его находится на высоте 38 метров над уровнем моря. Ствол вулкана перекрыт оползнями. А у подошвы склона из грязевулканического канала происходит извержение голубоватых глин. Глинистый склон, сползая на пляж, обнажает беловатые вкрапления. Это останки древних сухопутных животных – мамонтов, носорогов, оленей, косуль и других. Они пролежали в сопочных илах более 7000 лет и сейчас представляют большой интерес для ученых-исследователей. Недалеко от станицы Варениковской Крымского района в лесном массиве находится вулкан Шука. По вулканической деятельности это наиболее активный вулкан с большим количеством находящихся на нем кратеров различных форм. Конусовидные кратеры извергают густую глинистую массу. Выталкивание грязи сопровождается звуком, похожим на вздох. А кратеры, выбрасывающие жидкую грязь, похожи на котлы. На многих из них заметны следы желто-коричневой маслянистой пленки со специфическим запахом. Это свидетельствует о запасах нефти в этом районе. Вся поверхность вулкана засохшая грязь, потрескавшаяся под лучами солнца, по которой еще не ступала нога человеку. Да и ступить нельзя, потому что провалишься в глинистую массу. Здесь полигон наблюдений, полевая лаборатория для географов и геологов. Откуда же берется эта масса грязи? Что движет ее к поверхности? На схеме видно, как по трещинам и разломам в земных слоях, под воздействием давления углеводородных газов, на поверхность вулкана извергается грязь. Обязательным условием извержения грязевых вулканов является наличие эластичных длин и водоносных горизонтов. А в чем отличие грязевых вулканов от железокамена, например, Камчатских? Таманские вулканы извергают грязь. Температура извержения заставляет 20-25 градусов, глубина залегания очагов до 12 километров. Камчатские вулканы извергают при температуре свыше 1000 градусов огненную лаву, а глубина залегания очагов от 60 до 300 километров. Сегодня таманские грязевые вулканы являются источниками ценной информации о геологических процессах и полезных ископаемых в недрах Земли. Наблюдение и изучение вулканов позволит уменьшить риск экологических катастроф. Поэтому мы должны сохранить эти уникальные геологические памятники кубанской природы. Должны научиться хозяйствовать разумно, ведь от этого зависит будущее Земли, нашего общего дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok